Ну что, братцы, в зал? Короче говоря, тренажерка. При поддержке группы Vine Video. Пришла весна, прилетели птицы, из-под снега показались цветы, а из-под моей футболки жирные бока. Поэтому сегодня я собиралась в зал. Взяла рюкзак, полотенце, сменную обувь, футболку для занятий, футболку для селфи в зале, потому что она ярче, и водичку. Подумала, что самой мне будет скучно, сагитировала друзей. Сказала, что они жирные и стрёмные, им по-любому нужно в зал. Это сработало. Добрались до зала, познакомились с тренером. У этой девушки было какое-то знакомое лицо, а еще ее тоже звали Настя. Она мне сразу понравилась, да и всем остальным тоже. Настя спросила, какие у нас цели. Макс сказал, что все просто, ему нужно за один месяц стать самым сексуальным на одесских пляжах. У Миши и Шурика была та же цель. Настя посмотрела на этих Аполлонов, потом глянула на меня, и мы одновременно засмеялись. Я объяснила парням, что Настя не пластический хирург, а тренер. Настя повела меня разминаться на беговую дорожку. За нами пошли и парни. Макс начал травить свои байки о том, как в школе занимался легкой атлетикой. Эта речь могла бы затянуться, если бы он не упал с беговой дорожки. Настя начала понимать, что это за ребята, поэтому принесла подписать какой-то договор, чтобы снять в себя ответственность. Для нашей компании это был не первый случай, так что никто не удивился. Мы пошли качать пресс. Настя меня не щадила, а еще запретила есть шоколад. И жрать на ночь тоже нельзя. Вот это было как ножом в спину. Через какое-то время Настя сказала, чтобы мы делали присед. Добавила, что пойдет покажет, как правильно. Пацаны говорили, что знают, как это делается, но она настояла. Она начала приседать. У пацанов пооткрывались рты. У Макса даже не было такой реакции, когда в его доме открыли шаурму. Она спросила, все ли нам понятно. Ваня с Максом нервно кивали головой. А Миша попросил повторить. Якобы он что-то не понял. Пацаны с уверенным лицом его поддержали. Я подошла к Мише и легко намекнула, что он делает что-то не так. Миша меня понял. И мы стали смотреть за парнями. Как они хотят доказать Насте, кто из них круче. Макс показывал, что он может поднимать большие веса. А Ваня говорил, что самое главное не вес, а техника. Короче, оправдывался как мог. Тут заиграла песня из фильма «Рокки». Парни поняли, что вот с такой мотивацией они будут как под стероидами. Они качали бицепс, трицепс, грудь, спину, ноги, икры, плечи. Песня закончилась. Парни были вымытаны не на шутку. У Макса с Ваней даже темнело в глазах. Макс говорил, что мышцы растут на последних разах. И в принципе он был прав. Но подошла Настя. И сказала, что это был последний раз, когда она нас увидела в зале. Сначала мы не поняли. Потому что парни забыли, что это была их первая тренировка. На следующее утро Макс не мог поднять даже кусочек пиццы. Шурик сказал, что в зал больше не ногой. Короче говоря, тренажерка.